Изоляция. Гарантин. Вирус. Страх. Без паники. В эфире Радио Болтком. Программа «Вечерний интерактив». Только проверенная информация. Звоните в прямой эфир, рассказывайте свое мнение и задавайте вопросы на Facebook и WhatsApp. «Вечерний интерактив». Понедельник, среда, четверг с 18 до 19 часов. По вторникам с 17 до 19 часов на Радио Болтком. Программа выходит в сотрудничестве с Национальным Советом по электронным СМИ в рамках общественного заказа. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Вечерний интерактив» в хронике изоляции. Мы продолжаем обсуждение ситуации в стране. И сегодня в студии, как всегда, по вечерам работает Анна Смирнова. Да, и Вадим Родионов каждый вечер в этой студии. И звукорежиссер Родион Золотарев помогает нам в рамках вечернего интерактива. Мы ждем ваших звонков, уважаемые радиослушатели. Или на протяжении часа будем с вами обсуждать актуальные темы. Темой нашего сегодняшнего эфира стала авиация. Да, нужно ли спасать «Аэрбалтик», как вы оцениваете деятельность этой авиакомпании? Поддерживаете ли вы решение правительства о вливании 250 миллионов? И, в общем-то, об «Аэрбалтик» мы сегодня хотели бы поговорить. Потому что это национальный авиаперевозчик. Единственный, кстати, в странах Балтии. И эта авиакомпания вызывает много вопросов, в том числе у пассажиров. Мы бы хотели сегодня выслушать ваше мнение. И о том, как вы относитесь к спасению авиакомпании. О решении правительства выделить деньги на поддержание ее на плаву. И о том, как довольны ли вы сервисом, который она предоставляла до пандемии. И, возможно, будет предоставлять после. В общем-то, на эту тему мы сегодня хотели бы с вами поговорить. Звоните нам по телефону прямого эфира 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Также мы обращаемся к сотрудникам авиакомпании «Арбалтик», которые, возможно, охотятся на простой или были уволены. Если вы готовы рассказать о том, как вы оцениваете действия руководства. Довольны ли вы теми мерами, которые были приняты для того, чтобы оптимизировать расходы, как с вами поступили. Мы тоже сегодня открыты для диалога. Так что, если вы не хотите представляться, можете это не делать. Это добровольно исключительно. Поэтому ждем ваших звонков, ваших комментариев. Телефон, я еще раз напомню, 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Код Латвии плюс 3-7-1. Если вы живете за рубежом и слушаете нас там, и пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9. Ну, получается, что авиакомпания «Эрбалтик» становится все больше, не могу сказать, наверное, зависима от государства, ну, по крайней мере, финансово обеспечена государством, потому что правительство Латвии приняло решение, как Вадим уже сказал, поддержать латвийскую авиакомпанию «Эрбалтик», которая пострадала из-за коронавируса. И государство направит инвестиции в основной капитал компании, увеличив его до 250 миллионов евро. Таким образом, 91% финансовых активов компании будет принадлежать теперь государству. Слушаем вас. Добрый вечер, Олег. Я про компанию нашу давно слышу, и вот ни разу не слышал, а какую она прибыль приносит. Понимаете, вот в Ливане, в Ливане регулярно, регулярно, будем спасать, ее уже спасают до этого все время, да? И вот, знаете, закупки там происходят и так далее, да, самолетов, все очень хорошо. А вот прибыль она приносит или нет? И потом еще вопрос такой, если я говорил на эту тему, ладно, и сперекать, да? Значит, раз компания государственная, то, соответственно, и должны быть зарплаты, соответствующие нашему государству. Это логично, понимаете? А не так, что менеджмент получает миллионные зарплаты, понимаете? Вот и все. Ну, вам приходилось летать с этой авиакомпанией? Как вы вообще ее оцениваете, ее сервис? Дети летают регулярно по разным странам и так далее, никаких проблем, все нормально, все отлично. Нет, меня интересует финансовая сторона дела. Где прибыль? Да, спасибо вам, Олег. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Говорим сегодня о компании AirBaltic. Как вы ее оцениваете? Нужно ли ее спасать? Как это планирует сделать государство? В общем, ждем ваших звонков, ваших комментариев и ваших оценок деятельности этой конкретной компании. Да, как отметил глава компании, эти денежные вливания, которые будут со стороны государства, они помогут AirBaltic выйти из коронакризиса, как они сказали, без риска стать банкротом и также вернуть на работу увольненных сотрудников. Как известно, там были такие масштабные увольнения. Ну вот, а что касается пассажиров, то в отношении AirBaltic поступают в период чрезвычайной ситуации все больше и больше жалоб в Центр по защите прав потребителей, потому что клиенты AirBaltic, чьи оплаченные перелеты не состоялись из-за коронавируса, из-за закрытия границ, они просят вернуть деньги за это. И среди заявителей также есть те, кто согласился получить, например, ваучеры, да, вот эти ваучеры, то есть возможность в любой момент на какую-то определенную сумму слетать в любую другую страну. Но есть и те, кто хотят именно вернуть деньги, потому что не планируют в ближайшее время перелеты, нет денег условно сейчас куда-то лететь, и нет, например, желания лететь в ту страну, в которую там предложено, например. И люди, как мне кажется, имеют право получить и то, и то, и либо ваучеры, если они это хотят, либо деньги. Но авиакомпания все больше... Сейчас идут такие разборки с многими в переписке, например, там на почте, но все-таки AirBaltic больше склоняется к этим ваучерам, чем недовольные клиенты. Здравствуйте. Добрый вечер, Дмитрий, меня зовут. Вот, вы знаете, AirBaltic, на мой взгляд, это отвратительнейшая компания. Я летаю часто, у меня работа связана с командировками, где в нем больше сотни сегментов, каждый год набирается. Но хуже сервиса, чем в AirBaltic, я не встречал. Потому что политика компании такая, что они предлагают сервис как блок-остеры, а берут за свои билеты деньги, как самые обычные авиакомпании. Банально, что стакан воды у них не допросишься, если там нужно таблетку запить или все что-то, только за деньги. Да, это точно. Да. Второй момент, то, что вот, как сейчас вы говорите, у людей там проблема с возвратом билета. Я лично сам с этим сталкивался. У меня родители покупали билет, потом там отец умер, билет пришлось сдавать. Ну вот, естественно, мама одна не полетит, она хотела тоже получить билет обратно. Ей предложают ваучер, который, ну, никуда и никак не нужен. И когда я пошел разбираться с этой ситуацией, то выяснилось, что вот в аэропорту вот эта доска, ну, где представительство Аэрболтик, выясняется, что это не Аэрболтик, это компания, которая, какая-то компания, которая представляет их интересы. То есть реально добиться до Аэрболтика, выйти вот так вот с улицы человека, рядового, это невозможно. Она обложена какими-то вот этими прокладками со всех сторон, и до руководства компании вы к этому жизни не доберетесь. То есть у этой компании, у нее, когда вот хорошо, вот вы купили билет, у вас нет этого самого оверплокинга, вам там не, вы не зачекились, и вас не пустили на рейс, потому что они продали билетов больше, чем могли переварить. Если все нормально, тогда, ну, это как, скажем так, короткий перелет, там, в Санкт-Петербург, может быть, там, куда-нибудь, там, до Берлина, там, ну, такие вот часовые, там, полутора часовые, да, на этом более-менее нормально. Я летал этой компанией в Ташкент, ну, это, честно скажу, это хуже, хуже перелета не было. Тесто все маленькое, кормить не кормят, развлечений никаких нету, воду не дают. Поэтому я считаю, что эту компанию или нужно очень глобально переделывать самоотношение к пассажирам, да, и сервис на земле, и сервис в воздухе, потому что получается, есть у кого, мне есть, мне, честно скажу, есть с чем сравнить. Вот я и работаю много, летаю регулярно, в любом случае там более человечные отношения. Там, конечно, тоже есть, попадаются сотрудники, которые, ну, мягко говоря, не идут навстречу. Но в 95 случаях из 100 пойдут навстречу, помогут, объясняют, в Болтике это как лапоцинт, то есть ты купил билет, считай, что уже ты попал, напрягаешься к одним своим, одним, поэтому мое мнение, эту компанию спасать не надо. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы позвонили и высказали свое мнение. Звоните нам 672 12 93 9 и 672 13 93 9, телефоны прямого эфира, можно также писать нам в WhatsApp 230 6191. Здравствуйте. Добрый день, Сергей, меня зовут. Да, Сергей. Ну, для того, чтобы сделать вывод, спасать компанию или не спасать, нужно хотя бы элементарный бизнес-план представить общественности. Ну, не бизнес-план в полном смысле этого слова, но хотя бы пояснить, на что рассчитывает, на какую прибыль рассчитывает эта авиакомпания, если государство вложит какие их суммы. Вообще анализ деятельности этой компании плохо бы иметь, потому что я специально, конечно, не слиру за ее деятельностью, но как-то все это очень туманно. А то государство выделяет какие-то достаточно большие суммы. Зачем? Почему? В чем смысл? К чему это должно привести? То компания закупает какие-то достаточно большие партии самолетов за хорошие деньги, теперь она самолеты продает. Опять же, зачем? Сейчас понятно, почему продает, а что будет дальше, если все будет в порядке через год, через два. Зачем она эти самолеты покупала, если она не рассчитывала? Или если она рассчитывала и рассчитывает на успешную деятельность? Ну, хотя бы надо сказать, что мы сейчас продаем и выиграем от этого столько-то или потеряем столько-то через год, когда все нормализуется. Мы опять... То есть что-то совершенно непонятные действия, по крайней мере, общественные. Может быть, кому-то они непонятны, но я не наблюдаю пояснения, какие-то такого общего бытового плана, что это национальная компания, она нам нужна, это национальная компания, это хорошо, это на уровне каких-то бытовых обывательских разговоров. То есть нет логики, бизнес-логики здесь не приводят аргументации. Да, спасибо вам. Но на самом деле, конечно, они озвучили бизнес-план, в частности, исполнительный директор Аэр-Балтик, сказал, что новый план был принят в ходе совещания с советами директоров, и он разработан с учетом как раз всех этих новых реалий, которые появились из-за коронавируса. План сам по себе озвучен. У вас вопрос в том, насколько он реализуем, и как они будут отчитываться за все эти миллионы. Да, слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Да, ваш друг Янис. Здравствуйте. Вот по поводу Аэр-Балтик, напомните, Вадим, пожалуйста, его же уже спасали, какие-то деньги заливали. Да, было дело там несколько лет назад. Было дело, но а что мы не спасали, вот там Парекс мы спасли, как-то... Лепайский металлург не спасали мы. Да. Ну вот его не спасли, но там было выгоднее его слить, как я понимаю. Вот я металлом занимаюсь, если интересно, могу рассказать, что было с металлургом. На тот момент, когда металлург сливали, реально его было слить, сли, вот я занимаюсь металлом, мне звонили поставщики и говорили, покупай металл, очень падает цена, цена была за тонну в районе там 450-460 евро, полные склады переполнены, китайцы заходят, металла будет куча, поэтому не было выгодно спасать металлург, так как цена на металл очень-очень низкая, на тот момент, буквально через полгода металл вырос порядка 30-35%, через полгода уже металл был 600-650 евро за тонну. Металлурга уже не было. Что думаете про аэрополтик? Нужно спасать? Не надо ничего спасать, опять там попилят все, и нет ничего лучше для них, чем мутная вода, это как бы, как всегда. Но вы летали этой авиакомпанией, что скажете? Нет, не летал, если летал, то только чартеры. Не летал, у меня, как всегда, вот небольшое предложение Вот сегодня был министр... Сообщение. ...транспорта, да? Да, сообщение, это Алиса Инкать. Да, очень жалко, что ему нельзя было так дозвониться, задать, как бы, куча вопросов, реально больная тема, я как автоводитель, автотранспорта у меня много, налогов плачу за машины много, на фирме, как бы, транспорт есть, ну, куча, вижу, денег уходит, а дорог по факту нет. Еще раз предложу вам небольшой, может быть, сделать такой вот, как бы, интерактив до того, как приходит, как бы, вот такой вот министр, наш вот чиновник, сделайте там 40 минут, 30 минут интерактив, выберите какие-то хорошие вопросы, можно их сформулировать, там, из трех вопросов один сделать, и попробуйте, как бы, высказать наши вопросы, вот, ну, как бы, вы сами, да, отобрать нас, если кто не смог, как бы, дозвонить. Да, спасибо вам, Янис, да, это хорошая идея, мы стараемся отбирать вопросы, которые поступают на интерактиву. Ну да, если они приходят, например, сообщениями, там, до эфира интервью, у нас есть анонсы на сайте, которые стоят, MixNews.lv, и там мы анонсируем наших гостей на завтрашний день, но, значит, интерактивы тоже интересная мысль, конечно. Да, мы слушаем вас. Добрый вечер. Это ваш старый друг, Игорь. Да, Игорь, слушаем вас. Значит, ситуация такая, я уже лет 10 летаю в Испанию к дочке, к Барселону, значит, компанию AirBaltic я ненавижу и презираю. Почему? Потому что я летаю в Визаэром, я летаю в Ринаэром, ни еще разу мне не удалось купить билет на AirBaltic, дешевле, хотя бы на 40%, чем в этих фирмах. Значит, просто обдираловка. Я как пенсионеру пользуюсь AirBaltic западло. Да, спасибо вам. Ну, Ринаэр это дискаунтер, конечно, AirBaltic, хотя тут можно согласиться или не согласиться с одним из наших радиослушателей, сказал, что претендует на звание нормальной авиакомпании, но является дискаунтером, по сути, таким воздушным автобусом. Ну, я, например, тоже к AirBaltic отношусь очень прохладно, потому что я много летал и старался всегда, когда есть возможность, летать не AirBaltic, потому что мне не нравится эта авиакомпания. Но это моя субъективная точка зрения, может быть, вы с этим не согласны. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Шкода. Быстро приближаемся к кульминации. Шкода плей-офф в июне уже начался. Только лучшие предложения и правила финансирования позволят участвовать. Наша стартовая пятерка. В воротах ловкая Фабия. В защите Скала, Октавия. И в атаке играет наше ударное звено. Суперб, Карок и Кодиак. Те, кто сражаются, те и побеждают. Узнайте больше на Шкода LV или у дилеров по всей Латвии. Скода. Симпли клево. Новости от Теленет для бизнес-клиентов. Оптимальные телекоммуникационные решения. Интернет, телефония, услуги дата-центра. Комплексное обслуживание телекоммуникации и IT-инфраструктуры. Бесплатные консультации. Свяжитесь с нами. 677-5-1 или теленет.лв Art of Beauty. Искусство красоты, доступное каждому. Art of Beauty. Высокие технологии на страже вашей молодости. Art of Beauty. Официальный представитель в Латвии метод шалей и сэнфьюженси. Диетология и персональные тесты ДНК. Геоэмидансометрия. Программа питания. Иммуно-хелф. Все новейшие научные открытия на службе красоты. Клиника эстетической медицины Art of Beauty на Антониес 12. Номер 1 специального года. Клиника эстетической медицины Art of Beauty. 0100-016-33. Вы слушаете Радио Болтком. Мы продолжаем. Это вечерний интерактив на Радио Болтком. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Я вас слушаю на Радио Болтком. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня Петр зовут. Тема очень хорошая. Для меня она нравится. Я очень недоволен этой компанией. Недоволен в первую очередь тем, что когда ты покупаешь в интернете билет, ты привязан к этому числу. И ты не можешь ничего сделать. Ни раньше, ни позже улететь. Билет пропадает, деньги пропадают. В советское время хоть ты мог прийти с билетом на одно число улететь раньше. Есть, говорят, правда, если за определенную доплату доплатить, и ты можешь менять билеты эти. Это первое, что мне очень не нравится. Потом, значит, такая дикость есть. Они продают больше билетов на лист, чем положено. Если человек закопался, он вообще никуда не улетает. И у него билеты пропадают. Поэтому есть ли сайты, на которых их можно ругать? Вот я не знаю, может быть, вы знаете. А вообще я мечтаю, да, и никуда туда не пойти. Там какие-то девочки сидят, которые ничего не знают. Ни начальника нет. Я вообще мечтаю прийти там к начальнику и кулаком хотя бы стукнуть по столу, понимаете? В знак протеста. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, что касается, там, радиослушатель говорил о том, что поменять билет, если там не успел в это время. Но действительно, есть какие-то определенные правила, которым следуют многие авиакомпании. Но вот что касается того, что в Аербалтике все за дополнительную плату, действительно, вот наш радиослушатель сказал о том, что воды просто так не принесут. Но если говорить даже о звонке, если тебе необходимо узнать какую-то информацию, тоже должен платно звонить в Аербалтик, и определенные суммы снимаются у тебя за разговор. Причем обычно долго берут трубку консультанта. Да, это, конечно, для меня вот до сих пор является дикостью, когда ты звонишь по информационному телефону авиакомпании, и они берут за это деньги. И там я тоже как-то пробовал звонить, и действительно, там минут 5 или 6 тысишь. Ты долго ждешь, и у тебя снимают деньги за период ожидания и за период разговора, соответственно. И, конечно, это... Ну, мы не хотели бы сегодня, чтобы это была такая игра в одни ворота, потому что все-таки это национальный авиаперевозчик, ни в Литве, ни в Эстонии ничего подобного нет. Может быть, есть хорошие стороны у этой истории. Давайте попробуем объективно посмотреть на эту картину. Здесь хорошие стороны. Как минимум, пример министра Кришани Скалиш. Например, чтобы оппонировать нам, я расскажу о его мнении. Он считает, необходимость финансирования здесь очень остро стоит. Он говорит, мы решили поддержать Аэрбалтик, увеличив основной капитал до 250 миллионов евро. Это означает, что мы гарантируем, вопреки пандемии, в Латвии все еще будет национальная авиакомпания, которая обеспечивает прямые рейсы в другие города. Это хребет нашей экономики. Вот так сказал Кришани Скалиш. Да, еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Олег, ну что хотелось прокомментировать. Сказать, ну, в принципе, с какой стати выделять какие-то деньги, если работников увольняют, да, и в принципе операций никаких нет, то есть самолеты не летают, соответственно. Ну а за что платить? То есть это явно, получается, это два исхода. Либо платят, потому что нету прибыли в компании, то есть покрывают операционные расходы, ну либо просто мойка денег, потому что зачем в национальной компании 20% капитала принадлежит частному лицу? Должна быть полностью национальная компания, либо... Да, вы вас потеряли, можете перезвонить, и мы вас не выключали. Ну, здесь, конечно, самолет не летает, именно по этой причине нужно спасать авиакомпанию, если все-таки принято решение ее спасать, потому что коронакризис, то, что сейчас происходит, остановило фактически пассажирскую авиацию, и, в общем-то, крупнейшие такие игроки мировые, как Люфганза, они тоже оказались в очень тяжелом положении, и здесь уже вопрос престижа государства спасать или не спасать, правительство решило, что нужно спасать национальный авиапереводчик. Мы бы хотели услышать мнение сотрудников, бывших, возможно, сотрудников AirBotek, если вы нас слушаете, расскажите о том, как с вами поступили, потому что были массовые увольнения, мы бы хотели узнать, насколько корректно это было сделано, если вы можете это рассказать, если вы не хотите представляться, не представляетесь, можете сделать это анонимно, звоните нам. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер, продолжаю, это вот включилось, не, ну, так какие расходы, если стоят самолеты, и уволены сотрудники какие-то компании? Ну, так они не летают, у них прибыли нет, соответственно, они просто... Прибыли нет, так, соответственно, и убытков нет. Ну, нет, простой самолетов, и это очень дорогое удовольствие, их же надо и в том числе обслуживать, они не могут просто так стоять. Ну, это вы, конечно, вопросы спили, но интересные просто вот вопросы, что думаете по поводу того, что почему вот в госкомпании 20% частного капитала, почему бы не при полностью национализировать или вообще с эстонцами, с литовцами сделать какое-то такое разделение, значит, этого основных пакетов, да, и вообще прибалтийским странам просто туда влить как бы по чуть-чуть, а не вся нагрузка как бы на одно государство, это как-то было бы логично, мне кажется. Да, спасибо вам. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Да, слушаем вас. Здравствуйте. А как вас зовут? Я когда... А меня Аркадий зовут. Я когда вижу анонс интерактива, у меня ассоциация иногда возникает, в советское время был фильм такой, назывался «Дайте жалобную книгу». То есть получается, что интерактив превращается в жалобы от клиентов и не поступает от звонящих никаких конкретных предложений, ну, может быть, даже таких каких-то слишком крепких, там, устроить, собраться, устроить забастовку в аэропорту, там, я не знаю, перекрыть, ну, это нарушение определенное, ну, понимаете, сплошные жалобы, да, потом есть альтернатива же, да, у многих, как я понял, да, ну, не нравится вам аэрболтик, значит, если есть возможность, летите в другой авиакомпании. Я, например, минимум раз в год и уже много лет летаю аэрболтиком, и у меня, в общем-то, вот то, что здесь люди, у меня, в общем-то, претензий нет. По поводу смены билетов, по поводу там чего-то, задержек никогда не было. Билеты менять не приходилось. Ты выбрал дату, ты летишь. Но, с другой стороны, я обратил внимание, знаете, на что? Например, вот сотрудник аэрболтик, когда в Риге, они, конечно, вот жалобы реальные, они немножко жестче относятся к пассажирам, чем те же сотрудники аэрболтика, например, когда из Израиля летаешь. Понимаете, кардинально другое отношение, доброжелательная, помощь и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, очевидно, как у меня, вот нет других вариантов. Я не могу там в определенные страны летать аэрболтиком, кроме как аэрболтиком. Да, спасибо вам. Ничего, пишут нам тем временем в WhatsApp. Добрый вечер, у меня на этот год куплено 6 полетов, деньги не возвращают. Предлагают перенести полет, но это можно сделать один раз, потом полет сгорает. Это грабеж. Я все оплатил. Написал нам наш радиослушатель, кстати, из Швейцарии, Евгений. Да, грустно. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, слушаю. Мне кажется, что аэрболтик – это такая настоящая латышская авиакомпания. Вот я за ней наблюдаю. Один раз я полетел. Самолет, конечно, был новый, ничего сказать не могу. Но девушки на входе стояли с лицами, как будто ты пришел в налоговую институт. Но там и русские работают, справедливости ради. Там же не только латышские работают. Вы сейчас так говорите, как будто латышская компания, латышское выражение лица и так далее. Ну, хорошо. Можно я скажу? Да, пожалуйста. Вот, Анна, я можно, я скажу, потом вы прокомментируете. Вот, пожалуйста, я вас очень прошу. Почему вы перебиваете меня постоянно? Так, пожалуйста, говорите, да. Говорите, пожалуйста, уже. Организации внутри салона никакой не было. Вещи пришлось там разборки устраивать, чтобы мне там освободили место, куда можно поставить чемодан. Предложили чемодан поставить под ноги. В общем, впечатления мои самые неблагоприятные. Мое предложение по компании – компанию оставить, компании помочь. А вот руководству надо разогнать, чтобы стала нормальная компания. По поводу того, что сказали, что там 20% в частных руках, вообще-то государственная компания, если 51% в частных руках, а остальное должно быть в свободном обращении, это повышает капитализацию компании, она становится дороже, что частные инвесторы могут купить. Авиакомпании сейчас все подросли после решения Трампа перекрыть китайцам. Так что, я думаю, компанию надо спасать, но зарплаты и особенно руководящие ужасные просто. И вообще организация труда ужасная. Компания, скажем так, на троечку. Да, спасибо вам. Но теперь после вливания, опять же, постепенное будет вливание, это не то, что сразу 250 миллионов евро им дадут, это будет постепенное вливание денег в компанию со стороны государства, но после этого 91% финансовых активов компании будет уже принадлежать Латвии. Да, мы слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Это Евдокия вас беспокоит. Да, Евдокия. Ведь это элементарно понятно, что это совместная кормушка-ловушка государства и авиакомпании. Пора госконтролю назначить ревизию на эту компанию. Да, спасибо вам. 6212-93.9 и 6213-93.9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Так, пишет нам Юрий. Добрый вечер. Считаю, что Аэрбалтик нужно помочь. Возможно, и такими большими суммами, как планируется. Конечно, есть вопросы к качеству обслуживания. Летели с командировки с Абудаби на Аэрбуст 220, то между пятым и шестым рядом со щели багажного отделения текла вода, видимо, конденсат. Стюардессы банально не имели ничего, чем можно было бы заткнуть щель и заткнули туалетной бумагой. Эту авиакомпанию следует оставить хотя бы потому, что на них работает много людей из Латвии, пилоты и стюардессы. Кстати, очередь из других авиакомпаний не стоит, чтобы их купить. Ну, вот такой комментарий от нашего радиослушателя Юрия. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Сергей. Я хотел бы, может, вы ответите. В связи с такой помощью, ну, Молтик, руководство также миллионы заработных плат покупают, или они врезали себе. Ну, и хотел бы сравнение. Когда Рижская дума разгоняли мусор, не рынок вывозят, но вывозят. А тут никто ничего не обсуждает, а рынок вывозит в целом сотни миллионов на помощь. Да, спасибо вам. Ну, вот пишут нам тем временем в WhatsApp. Добрый день. Компания Визэйр возвращает 120% за отмену полетов. Вот такой комментарий. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый, Ижин. Добрый. У мужчин, звонишь, он совершенно верно сказал, что у нас не туда эти деньги идут. Ну, первое. Второе, да, летал, недоволен. Как и многие знакомые. Я считаю, что... Не хочу говорить там разгонять, не разгонять, но то, что вот эти вливания идут, да, это вспомните и Лепа, и Смиталлург, ну и другие, да. Это просто распилка денег. Это понимают люди, которые умеют считать. Спасибо. Спасибо вам. Звоните, высказывайте свое мнение. Говорим о компании AirBaltic. Нужно ли ее спасать и поддерживать? Как вы считаете? Ведем ваши комментарии. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый Болтком. Добрый. Любой. Да, Любой слушает. Хотела бы задать вопрос национальной авиакомпании через радио Болтком. Если эта компания является дотационной на данный момент. То почему мы все граждане и не граждане Латвии платим больше, чем платят граждане из Эстонии, например, за те же маршруты? Всегда билеты Таллин, Сардиния, Таллин дешевле процентов на 15, чем для жителей Латвии. Если мы как налогоплательщики оплачиваем часть расходов этой авиакомпании, то почему нам тогда цены на 15-20% дороже? Вот это вот много лет у меня такой вопрос. Да, спасибо вам. Я надеюсь, что кто-то из компаний «Эрбалтик» придет к нам на эфир. Мы собираем ваши вопросы и ваше мнение и постараемся их озвучить. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, добрый вечер, Алина. Да, Алина. Извините, пожалуйста, у меня глупый вопрос совершенно, но может быть кто-то сможет разъяснить. Вот если все так погано, «Металлург», «Парок», «Эрбалтик», скажите, а почему наше правительство нашей страны так поступает? Почему? Как именно поступает? Финансирует? Ну, показывает поддержку или что? Я думаю, что это вопрос, почему одних спасают, других не спасают. Может быть, кто-то может на это ответить. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, Алексей. По руку работы доводилось летать на «Эрбалтике» и на «Люсханде», значит, я летал. Складывание денег в «Эрбалтике», как и все многие другие считают, я считаю, это бессмысленное. Распил денег по карманам. Вот, и мне летать на новых самолетах классно, приятно, конечно, да, они не загажены, они помытые, четкие, классные. Но тот же самый «Люсханза», да, мне надо было в Мюнхен лететь, а я летел через Франкфурт и Мюнхен. Я летел по Франкфурту, и в Франкфурт, и в Мюнхен, да, даже там дали печеньку, Кока-Колу, что хочешь, и не один раз. Только по профессии, что она принесет. «Эрбалтик» цены выше и ничего не дают. Поэтому я считаю, что отношения к клиентам никакого. – Да, спасибо вам. Звоните нам 6М2 12 93 9 и 6М2 13 93 9. Вот пишут нам тем временем в WhatsApp. «Добрый вечер, стопроцентный увод, я цитирую, бюджетных средств через компанию. Накачают компанию деньгами налогоплательщиков и потом продадут за бесценок. Так было и с парой с банком, и другими более мелкими компаниями». Вот такой комментарий. Да, здравствуйте, как вас зовут? – А у меня, знаете, Борис Левин. – Да, Борис, слушаем вас. – Слушайте, у меня «Эрбалтик» очень интересный. В принципе, если бы эта компания работает, она на уровне лоукостера, а цены как у нормальных компаний, скажем так, да. Если бы у них были бы цены лоукоста, то это была бы вполне нормальная компания. Вот. И второе, если они, конечно, повысили бы сервис до уровня, тех же даже «Леводханзе», любой нормальной компании, то они тоже вполне могли бы существовать. Но что касается вот Литве и в Эстонии, насколько я знаю, такие же компании местные, по-моему, обанкротились. По-моему, они там даже не работали. – Да, были попытки там. – Закончилось у них все, осталось только в Латвии. Ну, хорошо, что есть такая компания, но по поводу цен, я очень часто летаю, там те направления, где у них возникает конкуренция, там цены сразу они снижают. По этому разговору, что там и Сталина, видимо, там конкуренция была на том маршруте. На тех маршрутах, где конкуренции нет, они цены сразу повышают. Соответственно, вот сейчас произошла такая ситуация, что очень много маршрутов они себе забирают, пока другие еще не начали работать. Ну и, соответственно, что цены будут немножко повыше. Какая претензия конкретно еще по всему обслуживанию? Ну, прибыль, это очень нормальное обслуживание у них, но минус, самый большой минус, вот если даже сравнивать с ВЗР, которого цены дешевле. Первое, что когда заходишь в самолет и рыбалтик, всегда работает один ход только спереди. У ВЗР работает два, спереди и сзади. И второе, чем они уступают уже ВЗР, это то, что у них, значит, впереди туалет для бизнес-класса работает, а там сидит два-три человека. Остальных, естественно, не пускают. И все идут в туалет, который сзади, там постоянно стоит очередь. Того же самого ВЗР будет работать и сзади, и спереди. А в нынешних условиях, когда, в общем-то, толпится не очень хорошо, да? Вот такой вот минус. Спасибо вам, Борис, за комментарий. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Вот Анна и Вадим. Вам надо было бы, наверное, подготовиться к этой передаче. Я объясню, в чем бы заключалась подготовка. Во-первых, надо было поднять балансы за все годы в ближайшие хотя бы 10 лет. Это раз. Поток денег тоже просмотреть движение денег. И третье, пригласить специалиста. Тоже вот вы приглашаете на ваше радио бухгалтера Зайцеву. И проанализировать, что там происходит, куда деньги идут, как они израсходуются. А то, в противном случае, сюда закачивают деньги, через какой-то период эти деньги разбазарят. И дальше по лимонаду куда-то продадут или обанкротят успешно. Да, спасибо вам. Есть форматы у нас разные на радио болтком. Есть интервью, куда приходят специалисты. Вечерний интерактив этого не предусматривает. Поэтому это такой специальный формат. Если у нас есть экономисты, вы можете также звонить к нам в прямой эфир и задавать свои вопросы, в том числе госпожи Зайцевой, которая периодически появляется в эфирах у Абика Элкина. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Да, мы слушаем вас. Добрый. Много летал аэрболтиком. И когда была возможность избежать маршрута с ними, я старался лететь в другой авиакомпании. То есть недовольный, да? Ну, в общем, да, отношения и, конечно же, весь бизнес аэрболтик начинается тогда, когда вы поднялись под облака. То есть там за всю платье и очень интересно. Именно отношения такие странноватые. Девчонки эти выглядят забитыми. Если ты, в общем-то, задаешь вопрос нестандартный или то, что там даже элементарно, когда прилетели, насколько задержка, всегда оставила их в пусту пик. А по поводу вот говорящей, то, что говорят, что там заливали и туда и сюда, я прекрасно помню, когда 60 миллионов заливали. Тут была у нас бабушка премьером, это Абблтиня. Абблтиня премьером не была, Лаймда-то Страуема у нас была. Страуема, извините. Но, тем не менее, она была в том возрасте, когда можно было назвать бабушкой. Ну, давайте не будем все-таки такие возрастные. Все мы молоды. Ну, вот они заседали по поводу 60 миллионов в субботу-воскресенье. И мы тогда еще поспорили, что во вторник-среду, в понедельник отдохнут, она подаст в демиссию. Нет, не стала ждать в понедельник. То есть, все было сделано, деньги были распределены. Где эти 60 миллионов? Надо ли теперь помогать этой компании? Я думаю, глупость несусветная. Они просто сидят и по одной схеме просто глумятся на дне. Да, спасибо вам. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Да, Алексей. В общем, у меня короткая реплика насчет того, что все говорят, что разбазарит деньги или не разбазарит. Я по долгу службы общался неоднократно с Мартином Монегаус, второй оперейшнс-менеджер, который тоже верхушка, собственно. И я скажу честно, он производит впечатление человека, который по всем своим вещам, по которым у нас получилось сотрудничать. Человека, который, ну вот я уверен, что это не то лицо, которое, извиняюсь, будет воровать какие-то деньги. Более того, если он увидит, что это где-то будет происходить, я уверен, что он доложит туда, куда следует. А вы связаны с авиацией как-то или какой-то косвенный бизнес? Нет, не с авиацией. Там с арендой жилья он покупал здесь ряд объектов, вот, и поэтому вот с этим были связаны. Но, тем не менее, общались так независимо, интересно на абстрактные вещи вообще о том, ну, как-то. Не только по работе, но касательно отпусков, просто личных каких-то дел. Да, спасибо вам. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый. Меня зовут Денеса. Да, слушаю. Я просто хотела как бы дать вам некоторые комментарии по поводу того, что как бы озвучивали предыдущие, да? Да, пожалуйста. Первое, это то, что касается как бы более дешевых тарифов на билеты, которые идут из Сталина и которые идут из Вильнюса. Но тут все дело как раз связано с портовыми сборами. Это первое, да? Потому что в Рыге портовые сборы, которые идут за обслуживание самолетов, намного, поскольку это большой транзитный узел, да, они намного выше, чем в других портах, как бы наших соседей. Это первый комментарий, да? Второй комментарий, то, что, как бы говорили об эффективности инвестиций, о том, что необходимо вливать деньги, что это все будет распилено, растащено и так далее, да? Все дело в том, что такие компании, как AirBaltic и соответствующая крупная компания, они обязательно подлежат годовой отчеты, аудиту. Причем аудит делает не какие-то там, допустим, частные лица и так далее, а аудиторские компании, которые относятся к так называемой «большой пятерке». «Делой ты тач» и так далее, да? И в любом годовом отчете того же AirBaltic можно увидеть имя аудитора, который, ну, вернее, имя вот этой вот аудиторской, ревизорской компании, которая непосредственно делает заключение по отчету. Причем заключение идет не только по отчету, как бы проверяются все транзакции, проверяется, допустим, та же самая эффективность инвестиций, и проверяются абсолютно все денежные потоки, как и каким образом они идут. Ну, а личные впечатления от AirBaltic, да, летали, но вроде бы миленько, чистенько, красиво. Но мы обычно пользуемся услугами AirBaltic в том случае, когда нет другой возможности. То есть, если нет таких направлений, согласно которым, допустим, мы можем полететь тем же районером за более бюджетные деньги, и, как бы, мы можем полететь не раз в году, а несколько раз в году, но все равно, в любом случае, как бы, выбираем более бюджетные варианты. Но вы как-то связаны с AirBaltic? Вы достаточно компетентно прокомментировали просто знание предмета? Дело в том, что я просто по жизни экономист. А, то есть вы как экономист. Спасибо вам. Да, спасибо за ваш комментарий. Ну, что, пора заканчивать, или мы еще примем один звонок? Нет, звукорежиссер нам не разрешает, кажется, уже принимать звонки. И время нашего эфира, потому что подошло к концу. Спасибо вам, что вы были с нами на протяжении этого времени. Это площадка для ваших мнений, для ваших высказываний. Просто наш слушатель один из сказал, что превратился в вечерний интерактив, в какую-то такую... Жалобную книгу. Жалобную книгу, да. Это в том числе и жалобная книга, потому что вы можете позвонить, пожаловаться. Мы, в свою очередь, можем передать ваши комментарии или ваши вопросы специалисту, которые к нам приходят. Так что спасибо вам за эту активность, и мы надеемся, что и дальше так будет у нас в эфире.